Я Андрей Эйхвус, работаю в службе доверия. Каждый день мы получаем от вас сотни звонков. Вы доверяете нам свои проблемы, ну а мы помогаем вам их решить. Любовь Ивановна не может отправить свою 25-летнюю дочь на отдых за границу. И дело даже не в деньгах, а в том, что девушка инвалид-колясочный. С такими особенными клиентами в турагентствах связываться не любят. Предлагают помощь только в покупке билетов на самолет и в бронировании отеля. А вот об удобствах вроде автобуса с подъемником и речи не ведут. Ну что ж, попробуем разобраться в ситуации. 25-летняя Марина Марамзина, инвалид детства. По улице передвигается на коляске, но дома на ноги все же встает. Может пройти несколько шагов сама, опираясь на костыли. Окончив школу-интернат, девушка большую часть времени проводит дома. Из развлечений, интернет, рукоделия, прогулки во дворе и кружки в досуговом центре. Летом поездки на дачу и долгожданный отпуск на море. Путевки нам предоставляют собеса. При наличии путевок раз в год нам дают путевку. Мы ездим. В Адлере мы были. В Пятигорске были несколько раз. В детстве мы ездили. В Ивпаторию. До места отдыха Марина с мамой обычно добираются поездом. Благо сейчас появились специальные вагоны для инвалидов. А вот на самолете не летали ни разу. Тем более за границу. Нам за границу путевки не дают, но сейчас предусмотрена правительством программа. Раз в четыре года молодому инвалиду дают путевку за границу. Но мы до 30 лет. Да, до 29, по-моему, даже. Ну вот пока подали документы, ждем. Четыре года – это же целая вечность. За границу-то хочется уже сейчас. На семейном совете решили отправить маму с дочкой в отпуск. Этим летом, не дожидаясь бесплатных путевок. Любовь Алексеевна с Мариной сели за телефон обзванивать туристические агентства. И тут выяснилось, что купить долгожданный тур не так-то просто. И дело даже не в цене вопроса. Через интернет пытались найти, через объявления. Но в основном турагентства берут ходячих инвалидов, но чтобы они были самостоятельными, с колясками, очень сложно. Что для вас важно, чтобы было там в гостинице, в которой вы отдыхаете? Самое главное, я думаю, чтобы обязательно были лифты. Если пандус есть, то он должен быть пологим, не очень высоким. Очень тяжело колясочника завозить на этот пандус, если он крутой. Чтобы ванная комната была приспособлена, чтобы там можно было спокойно помыться. И сама широкая ванная. Чтобы свободно можно было развернуться. Чтобы в дом на коляске свободно развернуться. Если мы уже едем на море, то, конечно, очень важно, чтобы к морю был удобный подход с коляской. Там какие-то, значит, или съезд хороший предусмотрены. Или хотя бы помощь со стороны сотрудников. Глупо приехать к морю, сесть на кресле и смотреть, как остальные купаются. Правильно? Да, вот. Или как хочешь таки. Либо ползи, а там же галька, допустим, в Адрине. Там галька. И если ты поползешь, то ты задрожишь себе все ноги. Любовь, Марина, я понял задачу, которая перед нами стоит. Попробуем промониторить туристические агентства. И найти, что для вас. Подобрать, может быть, какой-то тур интересный. Действительно, инвалидам, желающим путешествовать, в нашей стране приходится не сладко. Ведь некоторые авиакомпании даже отказываются их обслуживать. Ну, например, в июле 2011 года был скандал с авиакомпанией «Сибирь». Нашего паралимпийца Дениса Гулина, инвалида по зрению, не пускали в самолет, пока он не подписал какую-то бумагу. В ней говорилось, что экипаж самолета не обязан помогать инвалиду в случае ЧП. Выходит, что незрячий, ну, не дай бог что, сам должен искать дорогу к аварийному выходу. Но несмотря на подобные случаи, путешествия для инвалидов в Москве все-таки пытаются сделать доступнее. В аэропортах устанавливают новое оборудование. Мы приехали в Шереметьево, посмотрим, что здесь есть для людей с ограниченными возможностями. На первый взгляд все удобно. Лифты, пандусы, траволаторы, подъезды. А при необходимости можно вызвать и сопровождающего, если заранее предупредить авиакомпанию. Недавно у нас появилась такая возможность для слабослышащих пассажиров. И, кстати, они же удобны для слепых и слабовидящих. Есть телефонный аппарат, они стоят на стойках информации. Телефон достаточно простой, похож на обычный, но там большие кнопки, большие цифры. Кроме того, они продублированы шрифтом Брайля. И у этого аппарата есть возможность увеличивать силу звука. Полтора года назад в аэропорту открыли зал отдыха для инвалидов. Он соответствует современным международным стандартам. Одновременно здесь могут разместиться до 60 человек. Вход бесплатный, но надо предъявить билет и удостоверение инвалида. В зал могут попасть пассажиры, вылетающие и прилетающие через терминалы Е, Д и Ф международными рейсами. Пространство поделено на несколько зон. Деловую, зону отдыха и кафе. Есть, естественно, санитарно-гигиенические зоны, назовем их так. Это два прекрасно оборудованных туалета. Со всеми необходимыми поручнями. Кроме этого, есть комната, которая предназначена для лично-гигиенических нужд. Такие потребности у пассажиров есть. Да, да. Там есть кушетка, на которой пассажир, уединившись от всех, может сделать то, что ему необходимо. Инвалиды, которым сложно передвигаться, могут пройти таможенный и паспортный контроль прямо в медицинских пунктах. А в самолет их доставят на специальной машине, которая называется «Амбулифт». Авиакомпания, зная, что на подлете есть пассажиры с ограниченными возможностями, заранее заказывает именно такое оборудование. Давайте попробуем заехать. Итак, если инвалиду в аэропорту нужна помощь сопровождающего, он должен сообщить об этом авиакомпании за трое суток до вылета. В зал ожидания «Сириус» могут попасть пассажиры терминалов Е, Д и Ф, предъявив удостоверение и посадочный талон. Таможенный и паспортный контроль пассажиры-инвалиды, которым нужна медицинская помощь, могут проходить без очереди в медицинских пунктах. На мой взгляд, аэропорт Череметьево вполне удобен для людей с ограниченными возможностями. Во Внуково и Домодедово, правда, специальных комнат для инвалидов нет, но пандусы, лифты и службы сопровождения тоже присутствуют. Так, теперь разберемся с туристическим агентством. Оказалось, что среди огромного количества туристических компаний в Москве, тех, которые занимаются именно турами для инвалидов, можно пересчитать по пальцам. В обществе инвалидов района Некрасовка как раз находится офис одной из таких компаний. Посмотрим, что они смогут предложить Марине и ее маме. В этой компании уж точно знают, что нужно таким особенным туристам, потому как сотрудники здесь тоже инвалиды-колясочники. Обычно мы набираем группу от 10 до 25 человек, до 26, чтобы удобнее было расселять в отелях. И обязательно, почему к нам обращаются инвалиды, потому что у нас в группе обязательно есть волонтеры. Волонтеры – это мужчина и женщина, или два мужчины, которые помогают во время путешествия. Дело в том, что у нашей героини есть ряд требований, но самое главное – гостиница. Какой номер, какая уборная, можете поподробнее рассказать? Мы подыскали такие отели, чтобы все стандартные номера были приспособлены под коляску. Очень важно, как оборудован санузел. В номерах, приспособленных для инвалидов, обязательно оборудована санитарная комната, где есть и поручни. Значит, на соответствующую высоту поднят этот унитаз. Если этого нет, мы берем с собой санитарный стул, который заезжает над унитазом, или в котором человек может помыться в душевой. Я, честно говоря, вообще не встречал ни разу гостиницы с пляжами, оборудованными для инвалидов. Вот вы где-то их находите, или там сами оборудоваете, или там к вашему приезду это готовят. Как происходит? Мы берем с собой пандусы или книжки, которые раздвигаются, то есть площадка, на которую коляска скатывается, и подъезжают волонтеры, помогают подъехать прямо к воде, и пересаживают волонтеры на коляску, которая в море, и завозят в море. Или же на руки берут и заносят в море. В турах также предусмотрены экскурсии. Для этого есть автобусы с подъемниками, но по правилам техники безопасности инвалидов пересаживают в обычные кресла, а их коляски убирают в багажное отделение. Вот несколько советов для инвалидов, собирающихся в путешествия. Обязательно выучите название вашего диагноза на языке страны, в которую собираетесь ехать. Узнайте, как звучат на иностранном языке названия лекарственных препаратов, на которые у вас аллергия. Необходимые лекарства возьмите с запасом, не надейтесь на местную аптеку. Возьмите отвертки и ключи для коляски, даже если перед отпуском вы подготовили ее к нагрузкам. Так, заходите, пожалуйста, сюда. Так, давайте только я сам, потому что я знаю, как им пользоваться этим подъемником. По стоимости туры для инвалидов, конечно, дороже обычных, но есть и вполне бюджетные варианты. Например, путевка в Турцию на 15 дней с питанием, одной экскурсией и работой волонтеров обойдется примерно в 30-35 тысяч рублей на человека. Ну, мы остались довольны. Хорошо, что существует такое турагентство, которое смогло нам подобрать путевку с тур, с нашими запросами, с нашими потребностями. Да, Марин? Да. Довольна очень? Да. Так куда выбрали? Мы поедем в Турцию в мае. Мы отдали часть денег, мы внесли уже. Это сравнительно недорого. И вот немножечко времени осталось, мы доложим. Марин, и не забудьте крем, чтобы не обгореть, потому что там в мае уже солнце сильное. Ладно, удачи вам. Спасибо. Удачи в отдыхе. Спасибо большое. Берегите себя. Спасибо. Действительно ли отдых окажется таким комфортным, как его описывали, мы узнаем в мае, когда Марина с мамой вернутся из отпуска. Ну, а вам я советую не пасовать перед трудностями и брать в пример с наших героинь. А если не получается самостоятельно решить проблему, звоните нам. Мы постараемся вам помочь. С вами был Андрей Икфус. До скорой встречи. Продолжение следует...